Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными художниками и творчеством. Сегодня я хотел вам немножко рассказать, указать картины Алексея Петровича Андропова. Это один из первых российских художников, который начинал писать светские портреты, работал живой моделью, декоратор-монументалист, работавший в стиле барокко и классицизма, делал росписи для Зимнего и Анечкова дворцов, работал в царском селе Петергофе, алтарный образ для новопостроенной Андреевской церкви в Киеве, ну и так далее. Учениками Андропова был Петр Рожев и Дмитрий Левицкий. Данные я беру из Википедии, зачитываю вам, набрал картин, чтобы посмотреть, действительно интересно знакомиться с работами художника. А в ранних периодах художника составил портреты императорских особ для украшения строящихся дворцов по готовым образцам и каким-то устающимся типам. Под влиянием работавшего в России итальянца Биетро Ротари, Антропов начал писать с натуры, что рез повысило художественное качество его работы. Картины Антропова отличают известную архаичность исполнения, глухие темные фоны, фронтальная композиция, жесткость колорита, ну и не всегда совершенный рисунок. Особое пристрастие Алексея Антропова в черноте к желтому, оливкому, тону. Объясняется тем, что он, как официальный художник синода, наследует старую и написанную традицию. Известный картин Алексея Антропова портрет статсдамы Румянцевой, портрет статсдамы Измайловой, портрет Петра III, портрет священника Федора Дубянского. Алексей Петрович Антропов является важной фигурой для истории российской живописи. Родился в 1716 году и дожил до 1795 года. В происхождении был солдатский сын и внук слесаря-оружейника. Тулмалах, конечно, был способен к интригам, только талант и труд могли ему выйти в люди. Отец Антропов был слесарем приоружейном дворе, который работал в канцелярии. Андрей Матвеев, замечательный художник, был одним из первых пенсионеров, кавычек, тех русских художников, кто получил содержание на учебу за границей. Он стал наставником Антропова и говорят, что он был дальним у родственника. Другим учителем Антропова был Луи Карава. Уже зрелым мастером Антропов перенимает опыт у другого придворного иностранца, Пьетро Антронио Ротари, знаменитого мастера женских головок. У него, в частности, Антропов будет учиться искусству писать с натуры, а не по образцам. Долгое время работал Антропов и других мастеров. Под началом их оформлял многие знаковые знания в Москве, Петербурге, Петергофе, Царском селе. Он делает роспись Леонечского летнего дворца, пишет иконы, расписывает плафон. Зимним участвует в создании декорации оперного дома. В 1754 году в Киеве завершилось строительство Андреевской церкви. Антропова пригласили в Киев. Конечно, это свидетельство, что художник уже достиг определенного уровня его признания. Его лучшая работа этой периода считается за алтарный образ «Тайные вечери». В 1762 году после кончины Елизаветы Петровны на трон взошел и племянник Петр Третий, и возникла нужда в парадном портрете. Первый портрет написал Федор Рокотов, но Петр Третий отверг свое изображение. В настоянии Синода за работу берется Алексей Антропов. Работа Антропова очень приглянулась, он был счастлив обнаружить на картине именно то, что видел вверх. «Вы настоящий художник?» как сказал Петр Антропов. «Никто не может передать души человека так, как сделали это вы». Антропову был поручен в более интимный заказ. Писал фаворитку императора Елизавета Воронцова, на которой Петр Третий намерился жениться. Но Петр пробыл на престоле всего полгода, был свернут собственной супругой Екатерины Второй. А Екатерина Вторая приблизила к себе Роктова художника, объявив, что все последующие портреты должны писаться с Роктовского эталона. Антропов лишился места в Синоде, претерпел немало бедствий, прежде чем императрица, смело делась и вернула ему работу. Надзиратель за иконописцами и живописцами, так называлась должность, с окладом 600 рублей, которые в 1761 году Священный Синод присвоил Антропову. То есть это что-то среднее между бригадиром и наставником. Художник должен был надзирать за работами молодых, если необходимо доводить их до нужного уровня и качества. Антропов прослужил на этом месте, около 20 лет, и у него обнаружится большой педагогический талант. Самыми известными учениками Антропов станут Петр Дрожжин и, конечно же, Дмитрий Левицкий. Постарейший Антропов пожертвует собственную усадьбу с тем, чтобы там размещалось художественное училище, а для себя и жены попросят лишь одного, чтобы их не выставили на улицу. Умер Антропов в возрасте 79 лет, от горячки в Петербурге, где жил и был погребен в некрополе Александра Невской лавры. Кстати, недалеко от Петра III. Я пользуюсь данными Википедии и статьей Анны вчерашней. Ну, собственно говоря, вот и все. Смотрите работы. Сегодня мы немножко узнали Алексея Петровича Антропова, русского живописца, декораторами, монументалиста, представитель стиля барокко, один из первых в стране художников, начинавших писать светские портреты. Все, всем пока, всем привет, до свидания.